Спасибо большое, уважаемые коллеги. У нас маленькая презентация, там буквально три момента по нашей работе. Конечно, у нас нет такого фотографа, как у Григория, который может на коленке все быстренько сделать, создавать эту информацию. Но, тем не менее, мы благодарны команде «Блинкис» за то, что можно слайд следующий. В прошлом году они нам провели картирование тех торфяных пожаров, которые у нас есть в Кабанском районе. И три основные направления, к которым мы работаем, это контроль торфяных пожаров по карте Google, составленный Гринписом, контроль очков возникновения лесных пожаров по данным космоснику как раз. И следующая задача, с которой мы тоже недавно столкнулись, это картирование лесных пожаров с помощью карты Google. Следующий стайд. В осенью, в сентябре 2015 года Гринпис во время приезда сюда провел картирование практически всех торфяных пожаров, которые были у нас на Кабанской поросительной и осушительной системе. Можно следующий слайд. Вот это была общая картина. Это вот непосредственно практический результат работы, по которому мы непосредственно ориентируемся сейчас в течение 2016 года. Мы при выездах на территорию района оцениваем те очаги пожаров, которые были в прошлом году, смотрим их состояние и потом уже непосредственно принимаем решение по дальнейшей работе. На следующем слайде представлена точка на границе одного из прошлогодних участков, в котором мы проводили разведку весной. И весной на этой территории пожаров обнаружен небо. Но, к сожалению, буквально неделю назад они там появились от высокой температуры поверхности. Видимо, старые торфяники, которые были достаточно заглублены при высокой температуре, они возобновили свою деятельность. И вот такая наша оперативная работа, и мы планируем ориентируемся по той карте, которая была составлена Гринпис в прошлом году. Второй момент — это контроль пожаров по тем термоточкам, которые были выявлены как раз с помощью космоснимков. Это торфяной пожар на территории лесного фонда недалеко от поселка Усть-Баргузин, который уже тушится больше месяца, и, к сожалению, лесная служба до сих пор не может справиться. Крайняя дата должна была быть вот сегодня, на 25 июля, для этой ликвидации этого пожара. Значит, сейчас вам на слайде приведены все термоточки, которые были по данному пожару. Нужно следующий. Значит, и у нас по решению КЧС был выезд специальной группы добровольцев, чтобы мы оценили вот этот лесной пожар на торфяном болоте и дали наши рекомендации по его тушению. Значит, перед выездом мы провели анализ всех термоточек, которые были по космоснику за всю историю с этого года, и мы выбили координаты всех тех точек, которые были зарегистрированы вот на территории данного пожара. Следующий слайд можно? Значит, во время выезда, вот мы два раза выезжали, 2 июня, потом 4 и 5 непосредственно на тушение, мы непосредственно прошли по тем точкам, по координатам, которые были ранее отмечены, потому что, ну, как вы знаете, торфяной пожар, он достаточно сложен, и если, может быть, на данный момент в данной точке она не показана, но пожар мог закруппиться, и в дальнейшем, если его оставлять без контроля, то, соответственно, возможен выход и восстановление данного торфяного пожара. И в рамках нашей поездки мы как раз проверяли те точки, которые раньше были отмечены как точка высокой температуры. Следующий слайд. Да, и вот по третье направление, значит, нашей работы, вот по этому пожару мы в лесничестве получили непосредственно карту пожара, она, видимо, тоже делается на определенной схеме, но, к сожалению, это все в таком ручном виде, абсолютно неудобоваримое, сложно контролируемое. Значит, и мы по итогам нашей поездки на следующем слайде перевели вот этот пожар в привязке к карте Google и провели оценку самого очага пожара, значит, нанесли на карту минерализованную полосу, которая сделана для локализации данного пожара. И на следующем слайде мы картировали непосредственно результаты нашей работы по выезду, да. Всего вот за два дня, 4-го июня, наверное, было потушено 8 очагов. Значит, вот эта белая линия, это линия рукавная 150 мм от пожарной насосной станции, которая работала непосредственно на этом пожаре. И вот от этой линии мы прокладывали уже узкими рукавами, ну, рукавные линии, и тушили непосредственно пожары. Вот за два неполных дня в бригаде в 4 человека было потушено 8 очагов горения. Ну, площадь достаточно большая, это вот 0,4 Га добровольцы сделали. К сожалению, сами лесники, вот по данной технологии, не то, что они используют способы затопления, копания мканав и так далее, но, тем не менее, для нас это вот такой визуальный отчет по нашей работе. Следующий слайд. Значит, то, что нам сейчас необходимо, да, и то, что мы хотели бы сделать. У нас правительство республики оперирует такими вот сведениями о лесных пожарах, в которых указана широта, долгота, площадь обнаружения, и самое главное, это количество персонала задействовано на тушилии, то есть это авиационная служба, лесная охрана, МЧС, привлеченные, арендаторы и различные виды техники, и также потребность по пожарам. И, к сожалению, зачастую вот у нас у самих жителей республики нет понимания, где конкретно горит, сколько человек работает, какая помощь нужна этим людям. Мы бы хотели, чтобы такая интерактивная карта по тем действующим пожарам, которые у нас в республике есть, которые занесены в официальную сводку, она позволила бы более оперативно реагировать. Потому что, к сожалению, у нас есть еще действительно такие возникают пожары, которые тушатся по 2-3 недели, привлекается достаточно большое количество средств. Вот на одном пожаре у нас, по-моему, даже сейчас работает порядка, самая большая численность задействованных. Это 210 человек на пожаре в Улан-Удебе, 22 июня. Вот. На следующий сладкий, также вот еще одна задача, практическая, с которой мы столкнулись в прошлом году, та помощь местного населения, которое мы собирали, мы непосредственно направляли в лесничество на места тушения пожаров. В составе этой помощи были у нас кладуты питание, ментарь, лекарства, спецодежда, нательная одежда. Поэтому мы бы тоже хотели визуализировать данные помощи, которые местное население собирает для того, чтобы понимать, куда непосредственно была направлена помощь, насколько сложная ситуация. То есть, сколько человек задействовано на пожаре, в течение какого периода они там находятся, но для того, чтобы люди действительно видели свою сопричастность. Сейчас мы в рамках совместного решения с правительством создаем первую в России республиканскую субъектовую службу добровольной лесной пожарной охраны. И там как раз одним из способов финансирования мы хотим, чтобы земляки направляли средства на обмундирование и наполнение ментарем тех добровольных команд, которые непосредственно находятся в их районах, откуда они происходят, то есть по землячеству. И как раз визуализация этих данных бы тоже нам помогла бы более эффективно работать с местным населением, с бизнесом по привлечению дополнительных средств для отрушения пожаров. Ну и спасибо команде Космоснимков за вот их сервис. У нас он интегрирован, как уже ребята отметили, на сайте соцбайкал.ру. Можно оперативно смотреть всю ситуацию по пожарам в истории на территории Бурятии, вокруг Байкала. И поэтому спасибо еще раз вам за такую инициативу организации подобного АТОНа. И я думаю, в будущем у нас проектов будет много, и мы готовы совместно поддерживать и участвовать.